Всем привет! Меня зовут Анастасия и я работаю в компании Сибур. И сегодня я вам проведу экскурсию по офису компании и также по офису компании Сибур Диджитал. Кстати, экскурсий нигде нет, нет публичных экскурсий, поэтому это эксклюзив. Офис состоит из трех корпусов, которые расположены на улице Крыжижановского. И сегодня мы посмотрим, что внутри этих трех корпусов. Ну что, погнали? Ну что, а мы находимся в Святая Святых в нашем главном корпусе, корпус улицы на улице Крыжижановского, 16-3. Это наш замечательный бассейн. Да, я сама вначале не предполагала, но это бассейн, да. У нас здесь замечательное табло и можно показать здесь прекрасный потолок. А теперь мы вам покажем еще одну интересную вещь, которая есть также на входе в компанию Сибур. Сибур, это наш робот-бориста. Пойдемте. Собственно, у нас в офисе есть робот-бориста, который сам готовит кофе. Кофе можно заказать как вот с помощью вот этого замечательного автомата, так и онлайн. Как я понимаю, девушка заказала онлайн через приложение. Вот, то есть вы подходите, то есть когда у вас кофе готов, вы подходите, вводите здесь пин-код и забираете свой кофе. Но мы пойдем дальше, потому что здесь еще много чего интересного. Ну что, теперь мы заходим в святая святых нашего офиса. Это наша замечательная столовая. Пойдемте посмотрим вообще, чем кормят сотрудников Сибура. Как мы тут видим, можешь показать, здесь очень красивая столовая в прекрасных оранжевых цветах. И сейчас мы покажем, что здесь есть и салаты, и горячие. Иногда бывают шаурма и гамбургеры. Понятное дело, что мы сейчас пришли, мы сейчас пришли немножечко позже, поэтому осталось немного. Давай покажем салат-бар. Собственно, вот. Сейчас тут скудно, потому что мы пришли уже без 15,4, она в 4 уже закрывается. Ну, собственно, здесь у нас обычно горячее. Вот здесь вот горячее, вот здесь вот даже есть от шефа, да, то есть здесь готовится прям при вас. Тут готовится всякая паста, омлет и так далее, и так далее. Здесь можно выпить кофе. Помимо этого, есть еще кафе, в котором мы тоже сейчас пройдем. Шоколадки и пустая столовая, потому что уже она уже закрывается, как я уже сказала, через 15 минут. Кстати, еще особенность столовой. Здесь есть прекрасные несколько телевизоров, да, на которых у нас показывается реклама наших различных цифровых продуктов. В принципе, реклама нашего там профсоюза, движения, Сибур, ЗОЖ, да, потому что Сибур, как компания, она за ЗОЖ, участвует во всех забегах, во всех марафонах, во всех соревнованиях, которые есть, да. И мы самую новую и новейшую информацию можем увидеть как раз вот на табло, вот на этих вот телевизорах. Поэтому очень круто, когда ты тут сидишь, ешь и еще узнаешь что-то новое. Теперь мы заходим в кафе, да. Тут можно заказать кофе, кстати, кафе работает до 6-7, в отличие от столовой. И помимо этого здесь есть также еда, поэтому если вдруг не успели поесть, то можно зайти в кафе. Пойдемте. Мне кажется, что здесь ассортимент сейчас даже побольше, чем в столовой, то есть мы можем посмотреть, вот есть всякие супы, здесь есть запеканки, сырники, салаты, ну и вообще много-много всего. Еще мне кажется, что вот это тоже будет очень вкусно. Тут даже есть одно пирожное вот таким вот сердечком, оно такое единственное, может быть, стоит его тоже съесть. Но мы обязательно его съедим после съемок. Пойдемте дальше. А теперь мы идем еще в одно интересное место, это наша библиотека. То есть если вас вдруг рутина, работа уже задолбали, вот вы можете сюда прийти, почитать книжки. Пойдемте посмотрим вообще, какие здесь есть книжки, да, где можно посидеть. Библиотека, она небольшая, но зато здесь есть много всего. Тут есть и променеджмент, есть и художественная литература, есть и IT. Вот давайте посмотрим, допустим, кто у нас тут есть. Русские пословицы и поговорки, очень интересно. Русская классика, и вместе с русской классикой здесь есть какой-то digital capital. Видимо, что-то про IT. О, прикольно, эта книга, кстати, принадлежит Сибуру. Сибуру выпускает книги, надо будет уточнить у моих коллег. Здесь есть еще наши корпоративные журналы, кстати, очень интересные, сама читаю очень часто. Есть интервью с нашими членами управления, ну и так далее, далее про ЗОЖ и так далее. Вот, вы берете, собственно, здесь книги, да, можно вот сюда вот пройти, вот так вот развалиться и посидеть, почитать. В принципе, я бы здесь бы осталась, но дальше вам нужно снимать видео, поэтому пройти. Ну что, а теперь мы непосредственно пойдем в цвета святых, это посмотрим на open spaces, да, то есть это где люди работают, занимаются своими делами и так далее. Пойдемте. Open spaces, кстати, очень красивые, потому что, как вы можете сейчас увидеть, здесь есть очень много цветов. Да, я не знаю, какое количество растений в офисах Сибура, да, но мы, значит, за экологию, поэтому цветочков здесь очень много. Теперь можно показать open spaces. Они тоже очень красивые. Open spaces есть вообще разного размера, да, то есть они есть маленькие, вот как здесь это маленький open space, вот здесь вот open space уже побольше. Кстати, на чем еще хотела акцентировать внимание, это то, что Сибур за переработку мусора, да, поэтому у нас есть вот такие вот замечательные мусорки, да, то есть где мы складываем бумагу, куда мы складываем пластик. И тут, кстати, есть еще, как называется это, отходы, да, то есть там есть всякая еда и так далее, и так далее. А сейчас небольшая реклама, в общем, если сотрудники вдруг не успевают поесть ни в кафе, да, ни в столовой, которая до 4 часов, здесь есть магазин прям вкус вилл, такой мини-маркет, да, и тут прям все на доверии строится. Вот смотрите, я сейчас очень хочу, я здесь люблю брать вот йогурты, да, сейчас возьму. Йогурт, иди сюда. Ты сам сканируешь. Здесь у тебя появляется, сейчас мы еще. Сканируешь. Здесь у тебя появляется цена, и здесь прикладываешь, собственно, карту, и можешь идти. У нас есть даже вот такие вот открытые лестницы, вид просто замечательный. Внизу виден наш замечательный бассейн. А сейчас мы пойдем смотреть на зоны отдыха, то есть где сотрудники отдыхают от работы. Здесь сотрудники Сибура отдыхают, могут готовить еду, кстати, попить кофе. Тут есть у нас кофемашины, кстати, кофемашины есть буквально на каждом этаже, то есть ты можешь подойти, выпить кофе, и это все совершенно бесплатно. Мы, конечно, не будем сюда заглядывать, я вначале подумала, что стоит. Здесь красиво, то есть можно сесть, посмотреть телевизор, да, и спокойно посидеть, попить кофе и покушать. Мне нравится. Ну, думаю, нам стоит пойти уже в следующий корпус и посмотреть, что происходит там. Так, выходите. Пожалуйста. А сейчас мы зайдем еще в одно здание Сибура, Крыжиновского, 16-1. Тоже наше главное здание, оно немного поменьше. Здесь не так интересно, как в том здании, но здесь есть очень интересные переговорки, поэтому мы вам сейчас их покажем. Пойдемте. Кстати, в Сибуре есть еще волонтерское направление, да, то есть волонтеры Сибура, они ездят и в приюты, они ездят в детские дома, они ездят в хосписы, да, и собирают вещи также для приютов, для хосписов. Поэтому, если вы хотите сделать доброе дело, то в каждом корпусе Сибура есть такая вот коробка храбрости, куда вы можете положить те вещи, купить вещи, да, для маленьких детей, либо там для собак, для кошек. И волонтеры заберут и отвезут в приют, детский дом и так далее. Ну, пойдемте переговорки смотреть. Я же сказала, что они интересные. Как я говорила, здесь очень интересные переговорки и очень интересное название переговорок. В общем, как можно посмотреть здесь, сейчас я покажу, название переговорки. Краснодар, вот. И это не ресторан, как мне подсказывают мои коллеги. Давайте зайдем, посмотрим вообще, как выглядят здесь переговорки. Здесь переговорки очень интересные, здесь в основном проходят какие-то встречи. Ну, в общем, выглядят они вот так. Нигде вот таких переговорок больше в Сибуре не найдете. Сзади есть еще огромный экран, на котором может показываться презентация. Вот. Также, помимо того, что тут есть там Краснодар, да, есть еще такие переговорки, называются Пекин, там что-то Париж, Шанхай и так далее, далее. То есть переговорки называются по названиям городов. Вот. И можно бронировать также эти переговорки по названию. Там Шанхай, Пекин, как я уже сказала. Идемте дальше. А сейчас мы подошли к святая святых, к наградам. Да, здесь много сертификатов, наград, дипломов и так далее. Кстати, Сибур пошел в топ-10 работодателей России по версии РБК. Кстати, здесь, в отличие от 16-3, мы проходим по нашему пропуску. Тут у нас нет, к сожалению, Face ID, потому что, опять же, как я говорю, это не наше здание, здесь только арендуются три этажа. Так, ну давайте посмотрим, как выглядит у нас один из этажей. Да, мне кажется, он самый такой красивый. Для того, чтобы войти на этаж, мы должны приложить пропуск. То есть просто так вы не войдете. И заходим. Здесь очень красивый этаж. Вот. Тут есть что-то похожее на растение. Вот тут люди уже работают, переговоры идут. Собственно, здесь мини-опен-спейс. Вот здесь вот переговорка. Да, вот тут можно показать. Очень прикольная переговорка. Она, конечно, похожа чем-то на аквариум и так далее. Но как бы в Сибуре все за открытые переговоры и так далее. Вот. Поэтому здесь у нас все открыто. За максимальную прозрачность. Цифровые технологии. Потому что, как я уже сказала, в основном в этом корпусе у нас сидят айтишники. У кого-то был день рождения. Кстати, дни рождения мы здесь празднуем очень шумно. Потому что, ну, все заказывают в основном там пиццу, торты, пироги. Да, и поэтому любой, кто хочет, может зайти и поесть пиццу. Поэтому мы с вами можем поесть. Идемте дальше. Давайте посмотрим на open spaces. Здесь они поменьше. Здесь они немножечко другие. Да. Вот здесь вот очень интересная одна переговорка. Как вы думаете, на что это похоже? У вас есть три секунды, чтобы подумать и написать это в комментариях. Но, я вам скажу, это баня. Не знаю, как вы видите, баня это или нет. Но, собственно, все это называют баней. Помимо этого, здесь есть вот такие вот прикольные пуфики. Вот ты можешь брать. На самом деле, ты можешь ее таскать по всему офису. И, допустим, ты хотел вот тут вот сесть. Ты ее кидаешь и такой. Все, я буду сейчас вот так вот работать. Взял компьютер и работаешь. Вот. Мы пришли еще на один красивейший этаж в корпусе 14-3. Это седьмой этаж. Вот здесь очень красиво. Пойдемте посмотрим на open spaces. Посмотрим также на переговорки. Собственно, идемте. Слева вы сейчас можете увидеть open space. Тут уже людей, конечно, не так много. Потому что уже рабочий день заканчивается. Пятница. И все работают до 15.05. Кстати, если вам вдруг нужна какая-то там тишина, поговорить по телефону, либо поработать в тишине, да, без коллег рядом, вы можете сесть прямо вот здесь. Здесь есть такие прямо переговорочки. И поработать. Либо просто отдохнуть, да, там послушать музыку, посчитать книжку и так далее. Здесь есть еще один большой open space. Вот, наверное, самый большой на седьмом этаже. И вот сюда. Тут, кстати, и мое рабочее место тоже, потому что я работаю именно в корпусе 14.3. Вот так вот это выглядит. Можешь снять эту красоту. Здесь кухня. Точно такая же, в принципе, как и в 16.1. Так, ну, а что это такое? Это наша будка, она так называется, в которой мы можем разговаривать по телефону наших домашних, о семейных делах, да, она звукоизолирующая, поэтому никто не слышит, о чем вы разговариваете. Ну и вы, собственно, никого не слышите, кто о чем разговаривает в open space. Очень удобно, никому, собственно, не мешаем. Вот, заходим сюда и говорим. Тут как раз специально для этого нарисован такой телефончик. Теперь мы заходим в самую большую переговорку в корпусе 14.3. Такая большая переговорка. Тоже, кстати, называется баня. Только мы будем тихо, чтобы не мешать коллеге спать. Тут нужно отдыхать. Здесь вот есть большой экран, на который уводится презентация. Здесь могут все сидеть за этим столом. И опять же, про то, что я говорила, вот такие вот замечательные пуфики, которые мы берем, просто таскаем их в любое место в этом офисе. Допустим, я хочу сесть вот тут. Да, пожалуйста, я могу здесь работать, со всеми здороваться. Андрей, как дела? Хорошо. До того момента, пока я тебя не разбудила? Ну ладно. Ну что, на этом все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Здесь будет еще много-много чего интересного. Всем пока-пока. Все говорить? Ну, собственно, да, давай попробуем сказать что-нибудь. И все. Читай трап, я хочу. Вставочка будет берол. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...